Я не понимаю, что всем хочется играть, но я не знаю. Кажется, нет. Зачем играть? Гриша, на 1 апреля. Гриша, на 1 апреля. Давай придумаем, как заролисть. Как заролисть. Мы остаемся играть 4 в поле. 7 в поле. 7 в поле, нормальная тема. Хотя бы один матч был. Комус, когда приедет, Комус будет не против. С кем они там? Чисбиситеньку в МТС. О, с и чисбисит. Встреча РТРС и Нордеа. Нордеа в синих майках, РТРС в желтых манишках. Проиграли они жеребий. Предматчевые вынуждены были утепляться. В Нордеа сегодня ничья с Сбербанком страхования. Притом отыгрались они со счета 0-2. Так что характер уже показали. У РТРС пока сегодня не было матча. Но давайте вспомним, как в первом туре команда выступала. Ну, вступала средняя. Три матча, одна победа, два поражения. Четыре мяча забито, пропущено 12. Но там они нахватали от Русала 9-1-2. Проиграли Сбербанк страхование. А победа была над Метлайфом 3-1. Фолл на Ордеа. Ну, сейчас-то из-за этого мяч водит с фоллтом отложенный. Ну, там вроде игры особо не было. Лево, лево, лево! Такая рубка началась с первых минут. Нордеа наконец-таки удалось зарядиться на игру. Кстати, должны футболисты Нордеа у РТРС взять реванш. 12 ноября, то есть в прошлом первенстве, Нордеа проиграла со счетом 2-4. До этого неизменно одерживала победы. 1-0, 7-1, 2-0 и 3-0. 7-1 разгромная победа была в декабре 2016 года. Ну, статистика однозначно в пользу синих. Ещё один не было. Ещё один не было. Нормально. Бля, почему такое говно в Телеграме качество ебучее? Это фотография. spaceship с учителем атака начинает. Ну вот че, она как в обводку пошёлų Отрывч Простите, на момент сейчас был. Ух ты еще Мечи Юран. Там телек, блин, размером вот так монитора. Право на штрафное получает на РДА метров тринадцать-четырнадцать до ворот. Удар мяч в ворота летел. Здесь, по-моему, в очередной раз Россихину досталось от своих. Второй фоллоер ТРС. У нас это был фоллоер ТРС. У нас было два фоллау ТТР. У нас сколько фоллов у нас? А вот РТРС вводит, ну сразу потеряли мяч. С контролем у РТРС, неважные дела стоят. Как мы на тусы ходим. А это что за тусы такая? Где она? Ну? Мяч с каской. Падение в штрафной и установлен мяч на границу штрафной. Туда, где было нарушение, немножечко совсем не дотянул футболист до пенальти. Прошел бы еще полметра и был шестиметровый. Здорово разыгран штрафной штанга спасла Нордео. И затолкали от РСЦ мяч в ворота Нордео. Сейчас руки защитники сами не понимают, как такой момент проспали. Но, как мне кажется, гол вполне логичное завершение. Результат того натиска, который РТРС показывал в последние полторы-две минуты. Смотрелась команда попросту лучше. И сейчас еще один момент у РТРС. Собидно. Это же... Да, да, да. Да, да. Это же... Это внутрь... Это внутрь... Это перец. Это грязь. А, это... Да. Это еще здесь... В правом такой... Ну, а что ты с ним сделаешь? Через 30 секунд будет перерыв. Ну, Нордео не привыкать отыгрываться. Отодвинуты все соперники на ложные пять метров на шивочников на последних секундах. Первый тайм-ап бьет и свисток сейчас будет. Второй тайм поединка РТРС и Нордео. РТРСовцам удалось на последних минутах выйти вперед. bigots. Российки, ну сколько ж сегодня ударов Судьбы? Снова на ошибочников разыгрывает. Третье нарушение. Мечен не дотянулся, но напугал своим подкатом командов игрока, который с мячом шел. Мечен не дотянулся. Здесь важно не терять мяч. И еще одно попадание в штангу. РТРС уже весь каркас обстучал. РТРС долго втягивались в эту игру, но как только доразмялись, все и с контролем наладилось, и количество моментов с каждой минутой растет. Мяч катился почти по линии ворот. 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 отбил и зафиксировал мяч. И еще одна контратака. Мяч катился почти по линии ворот. 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 А вот это вот прям, ну вот в прошлом семестре, да, в минувы города работал, суд работал, и еще там с пациентами играли. Важные топора? Так, чуть-чуть по чуть-чуть рассказывал. М? И по того. Ага. Да там тема. Ну, сейчас это перестало делать. А что там раньше спецсистема была, чтобы там нет-нет поднимать? А в чем там прикол? Ага. Пиша, сколько там можно было? Поднимать бабла. И сколько это по времени занимало? Тайм-аут. Тайм-аут. Футболисты Норде использовали для того, чтобы отдохнуть. Вряд ли эти 30-40 секунд смогут серьезно вернуть силы и добавить еще дыхание игрокам все-таки без замен они играют. И второй матч уже сегодня проводят. Впереди у них еще встреча. А нет, будет сегодня уже нету матчей у Нордеа. Защитник сейчас с линии ворот мяч выносит. Так что Нордеа может силы не экономить. Все физические кондиции оставить здесь. Надеяться, что кто-то их в воскресный день потом до дома донесет. А еще три минуты нужно РТРС удерживать скользкое преимущество в один гол. Рушение правил без желтой карточки. Два человека в стенке, один на штанге. Мяч как раз стенку и угодил. Мяч как раз стенку и угодил. Ошивочникова здесь вдвоем затолкали. Полторы минуты остается, и Нардея сегодня уже показывала, как может проводить концовки. Задача та же самая, что и в матче со Сбербанком. Забить в концовке два мяча. Идет уже последняя чистая минута. На два мяча у Нардея уже может времени не хватить. Но даже ничейный результат будет не таким плохим. Можно просто подержать мяч сейчас РТРС. 11 секунд. Задача у РТРС просто время потянуть. Снеподающий показывал, что подталкивали его в спину. Свисток при счете 1-0. Субтитры сделал DimaTorzok